Друзья, вот уже 30 октября мы узнаем, кто станет лучшим футболистом планеты по версии Францфутбол. И мы решили опросить ваших любимых экспертов в Мяч Продакшн. За кого бы проголосовали парни? Давайте посмотрим. А перед началом, конечно же, не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на наш канал. Но золотой мяч, разумеется, должен получить Холланд, потому что человек установил в лучшей Лиге Мира рекорд результативности вообще всех времен с первого сезона. Человек стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов в первый же сезон в новом клубе. Человек пришел в клуб, который уже 10 лет пытается выиграть Лигу Чемпионов, даже больше. И с ним они в первый же год это сделали. Что он еще должен был сделать? Скажите мне, чтобы выиграть этот самый золотой мяч. Да, он не участвовал со своей сборной на Чемпионате Мира, потому что у него сборная Норвегии. Но в клубном футболе он сделал просто-напросто все. Любой другой бы получил в этот раз золотой мяч. Но почему фаворит Месси? Просто потому, что имя Месси. Месси полностью провалил весну. Абсолютно. Он ужасно сыграл. Мы увидели, что он вообще не тащит в матчах высокого клубного уровня. Потому что мы какой раз видим, простите, какой раз он вылетает там со своей командой в плей-офф Лиги Чемпионов на одной из первых стадий? Раз восьмой, по-моему, нет? Седьмой, шестой. И он особо ничего не решает, потому что в этих матчах нельзя выключаться. В этих матчах ты должен быть многосторонним футболистом и показывать, что ты не только в Атате играешь. Да, он выиграл чемпионат мира. Но чемпионат мира, извините меня, там футбол принципиально другого уровня. Там тренеры не готовят футболистов в течение всего года. Там абсолютно другая тактическая составляющая. Там крайне важна форма прямо здесь, прямо сейчас, настрой и так далее. Если мы берем матчи Европейской Лиги Чемпионов, то там уровень футбола гораздо выше. И это признают вообще все аналитики, чем на чемпионате мира. Просто давайте мы по традиции дадим тому, кто выиграл чемпионат мира. Да, его роль крайне важна, безусловно. Он выиграл, он поэтому лучший игрок чемпионата мира. Что вы еще хотите? Золотой мяч, он вручается не только за чемпионат мира. Он вручается за весь сезон. Месси был лучшим конкретно, да, на вот эти вот три недели. Друзья, почему он получать должен золотой мяч, а не Холланд, я не очень понимаю. Учитывая, что Холланд выиграл со своей командой Требл впервые в ее истории тоже. Мне кажется, что просто его незаслуженно двигают из-за того, что там просто-напросто более раскрученный игрок. Вот и все. Ну что, друзья, золотой мяч. Очень интересно, кому его все-таки отдадут. Я решил порассуждать, а почему кому-то не надо его давать. И перечислить эти причины. Вот смотрите, Холланд, почему не надо отдавать. Потому что в главных матчах, в плей-офф Лиги Чемпионов, в чемпионате, потому что, кроме как с Арсеналом, практически везде Холланда не то, что как бы нету голов и ассистов, его вообще как будто бы нет на поле. А это продолжается и в этом сезоне. Вот поэтому Холланду нет. Де Брюни провалил Чемпионат мира со сборной и травмировался в финале. Но при этом куча важнейших голов, что в Лиге Чемпионов, что в чемпионате. И выиграл в итоге два титула. Почему Месси нельзя давать? Потому что он как бы не выиграл Кубок Франции. Потому что он, получается, в Лиге Чемпионов вылетел раньше, чем надо. Хотя у него была травмирована полкоманды, и они вылетели от Баварии. Но как бы есть причина, почему не давать Месси. Почему не давать Родери? Потому что, на самом деле, Родери, я считаю, должен быть в пятерке. Ну, у Родери есть провал со сборной. А так, мне кажется, что это самый крутой прогресс в овер какие-то, в супертопы мирового футбола Родери. Вот чьи, как бы, причины не давать, больше и весомее. Мне кажется, все равно, так или иначе, когда в 2022 году, в конце года, случился Чемпионат мира и финал, уже было все понятно. И мы с вами просто тратим время. Посмотрев на список претендентов на золотой мяч, я увидел там Месси, Роналду, уехавших людей в Саудовскую Аравию, в МЛС. Не самых важных для мирового футбола персонажей. Там, например, есть Гриллиш. Но что такое Гриллиш? Гриллиш – это эпатаж, это знаменитая фотография в чемпионском автобусе и большое количество перелетов после того, как Сити выиграл Лигу Чемпионов. Это все очень здорово для истории, это здорово для индустрии. Но я считаю, что есть ровно один человек, который сейчас двигает футбол в сторону такой машинообразного, чего-то такого невероятного. Все развивается, у нас летают новые самолеты, у нас новые технологии. И новая технология в футболе – это болид Эрлинг Холланд. Я не вижу ни одного другого кандидата. Человек выиграл с Манчестер Сити в этом сезоне большое количество трофеев. А давать награду золотой мяч человеку, который без трофеев, я считаю, просто нельзя. Именно поэтому, например, Андрей Аршавин не был с золотым мячом, я считаю, справедливым. Да, он был номинирован, но сборная России тогда не выиграла чемпионат Европы 2008 года. А Холланд – это и чемпион, и просто парень, который очень много работает, и, наконец, человек, который забивает нереальное количество голов. А еще это тот, у кого нет синдрома второго или третьего сезона. Он стабилен, он прекрасен, он много забивает. И я не знаю ни одного защитника, который вам скажет, я знаю, как играть против Холланда. Поэтому я за этого норвежского паренька, наконец-то, эта награда должна достаться кому-то из Скандинавии. На самом деле, когда мы говорим о том, кому отдавать золотой мяч, Месси или Холланду, мы уже даже обсуждаем, скорее, не самих Месси и Холланда, а то, какие критерии, какие турниры важны. И в этом плане для меня все достаточно однозначно, потому что есть дистанция в 7 матчей, это чемпионат мира. Есть дистанция в 38 туров, это чемпионат Англии. И для меня Холланд, конечно, человек, который заслуживает золотой мяч, потому что он показал себя на более длинной дистанции и, наверное, даже на более высоком уровне, чем чемпионат мира. И то, как он переписал рекорд по количеству мячей в чемпионате Англии, это было просто восхитительно. И уже заодно это он заслуживает золотой мяч для меня. Тем более, если он еще выиграл Лигу чемпионов, как бы, тоже ставь, кстати, лучшим бомбардиром. И в этом плане я часто слышу, что вот, а он там ни тем забивает, ни тогда. Во-первых, забивать что Эвертону, что Ливерпулю, это тоже делать вклад в результат и просто персональный перформанс. И большой привет тем, кто забивает, условно, только топом, но не может забивать аутсайдером. Это ничуть не лучше. И про те слова, что, в общем, он в финале Лиги чемпионов ничего не сделал. Друзья, посмотрите, победный гол в финале Лиги чемпионов. Родри там бежал к мячу, наверное, полчаса. Он там выпил чашку кофе, разбегался, прицеливался. А почему? Ну, просто футбол, это, ну, командная игра, знаете. Потому что Холланд встянул на себя линию защитников Интера. Четверка защитников Интера просто вжалась в свою вратарскую. Поэтому Родри там примерно с точки пенальти бил настолько спокойно. Поэтому для меня однозначно Холланд лучший футболист прошедшего сезона. И я даже не знаю. Я понимаю, что, видимо, отдадут Месси. Но обидно. Это больше говорит о том, что сама премия «Золотой мяч» себя дискредитировала. А не о том, что Месси был лучший Холланда.